Голубая новость у нас идёт в догонку с жёлтой. Я вам уже рассказал о том, что возникло вот это известное противостояние между Рамзаном Кадыровым и его подручными с одной стороны российской оппозиции и гражданским обществом с другой стороны. Кстати говоря, противостояние это не получило практически никакого освещения в российских официальных средствах массовой информации. Там об этом ничего не знают. Значит, одной из сторон и разновидностей этого самого конфликта стало то, что возникли какие-то флешмобы и какие-то массовые заявления известных людей как с той стороны, так и с другой стороны. Так вот, с другой стороны, то есть со стороны Рамзана Кадырова, возникла идея выпустить серию фотографий известных людей с лозунгом, сейчас называется на этом птичьем интернет-языке, хэштег. Так вот, с хэштегом Кадыров гордость России. Ну, естественно, это ответ на заявление депутатов и примкнувших к ним товарищей о том, что Кадыров – это позор России. С плакатиком «Кадыров – гордость России» сфотографировались некоторые наши политические деятели, правда, очень и очень немногие и, как мне представляется, самые одиозные, в частности, женщина по фамилии Яровая, еще какие-то знакомые в физиономии, но явно как бы это не те депутаты, которые сильно пекутся о своей репутации и надеются еще когда-нибудь поработать при другой власти. Но, что самое, конечно, пикантное – это то, что сфотографировалось с этим самым плакатиком «Кадыров – гордость России» некоторое количество наших деятелей, ну, не скажу культуры, но, скажем так, попсы. Конкретно, значит, это два, я так понимаю, рэпера. Один такой известный, как бы, приятель Кадырова, который раньше прикидывался негром, а теперь то ли прикидывается, то ли на самом деле мусульманин, человек по кличке Тимати, еще один рэпер, кличку которого я уже забыл, а также три человека, знакомых уже всей стране, без преувеличения можно сказать, поскольку они достаточно известны и очень часто появляются на голубом экране. Один из них – это Николай Басков. Николай Басков, который снялся с этим плакатиком, при этом у него такой вид, как будто ему только что в одно место поместили бутылку из-под шампанского. То есть вид у него человека, который находится под пыткой, под реальной такой казанской ментовской пыткой. Жуткое выражение лица, несчастные глазенки. Кадыров, гордость России. Это Николай Басков. Второй человек – это Игорь Верник. Вид у него тоже стрёмный, то есть какой-то странный план фотографии в полоборота, и какой-то он напряженный, какой-то, в общем, весь наизмене, как говорят в определенных кругах. Ну, что я могу сказать про Игоря Верника? Я его немножко знаю. Ну, лицедей, ведущий корпоратив, человек абсолютно зависимый, жалкая участь, жалкая роль. То есть он иногда и в театре играет, но я думаю, что вот эту роль он предпочел бы забыть, и как можно скорее. Зачем он это сделал, не знаю. Ну и, наконец, последний персонаж, это действительно для меня очень неприятная новость, это Федор Бондарчук. С Федором Бондарчуком мы неплохо знакомые, ну, не скажу, что как-то близко дружили, но довольно много общались, сняли с ним вместе в фильме «Даунхаус», да и помимо этого «Даунхауса» тоже проводили вместе время, и всегда он мне казался очень симпатичным парнем. То есть хорошо я относился к Федору Бондарчуку. Фильмы его я, как правило, не смотрел, так что тут ничего не могу сказать, но знаю, что фильмы его были довольно популярными. Я сильно сомневаюсь, что Федя смотрит программы «Разноцветные новости» на А.РУ.ТВ. Скорее всего, он их не смотрит. Может быть, ему кто-нибудь передаст, может, расскажет или какую-нибудь там ссылку пошлет. И вот я хотел просто спросить, Федя, зачем, зачем ты в это вляпался? Даже если тебя что-то связывает, там, я не знаю, с Рамзаном Кадыровым или кем-то еще, есть там он тебя спонсирует, финансирует, или если ты испытываешь к нему какие-то приятельские чувства. Ну, ты знаешь классический эпизод из «Дракона» Евгения Шварца, что многие учились в этой гнусной школе, но зачем же ты оказался первым учеником? Зачем же ты выступил в очень дурной компании и по максимально дурному поводу? Неужели ты не знаешь, что Рамзан Кадыров на самом деле из себя представляет, скажем так? Я хотел рассказать краткую историю Рамзана Кадырова, начиная с тех времен, когда он, мягко говоря, еще не был героем России, а был героем с противоположной стороны баррикад, ну и так далее. Но воздержусь я от этого. Тем не менее, это факт общеизвестный. Зачем тебе, Федя, снявшего фильм «Рота» и все такое прочее, прекрасно знающему, что такое война с маджахедами, вот зачем тебе это понадобилось? Грустно-печально, но тем не менее, это была у нас новость из мира культуры.